Мясо в Германии Еще одна проблема состоит в том, что цены на мясо слишком долгое время были очень низкими. В Германии дорожает еда на вынос и блюда быстрого приготовления из закусочных. Рост цен повлек за собой кризис энергоресурсов и повышение цен на продукты. Теперь дорого не только поужинать в ресторане, но и просто перекусить в обед. Федеральное статистическое управление Германии сообщает, что только в марте рестораны быстрого питания подняли цены на свои блюда и напитки на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Донор-кебаб в Германии, особенно в больших городах, может стоить от 5 евро и выше. Хотя сами представители турецких закусочных говорят, что это они еще экономят. По словам главы Ассоциации турецких производителей, донор-кебаба Гюрселя Ульбера, эта разновидность шаурмы с нынешними ценами на продукты должна стоить более 7 евро. Подорожали и пельмени. Раньше в Баварии порцию пельменей с соусом и салатом можно было купить за 3,5 евро. Сейчас же эта порция обойдется в 5, а то и в 6 евро. Эксперты объяснили, почему в Европе нет такого дефицита масла, как в Германии. По словам пресс-секретаря Федеральной ассоциации оптовой внешней торговли и услуг Флориана Блока, причина кроется в поведении самих покупателей. Хомяки раскупили все подсолнечное и рапсовое масло после объявления о том, что Украина является одним из крупнейших производителей подсолнечника. Запасов самого масла в Германии достаточно. По мнению Блока, проблема с маслом в Германии, по сути, доморощенная. В Польше, например, люди проявили сдержанность, поэтому могут купить свободно необходимый продукт. В Германии в этом сезоне ожидают дефицит велосипедов. Высокие цены на топливо подняли спрос на них, но продавцы не могут его удовлетворить на 100%. Говорят, что в поставках наблюдаются массовые сбои. Некоторые веломагазины уже говорят о дефиците популярных моделей велосипедов, хотя сезон еще только начинается. Как правило, веломагазины получают заказанные велосипеды от производителей в течение 6-8 недель. Однако на данный момент некоторые компании даже не берутся указывать конечную дату отправки товара. И о науке. Ученые рассчитали условия для слипания макаронов при варке. В ходе исследования физики наблюдали за тем, как слипаются две спагеттины, висящие рядом. Выяснилось, что неоднородное набухание макаронины, возникающее из-за воздействия воды, влияет на ее жесткость. Исследователи отмечают, что их научная работа имеет важное практическое значение. В частности, дешевые макароны выступают в качестве моделей для прогнозирования поведения материалов, размягчающихся подобно крахмалу. Редактор субтитров А.Семкин